Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и у бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Ольга Кобец, человек, который недавно ушел из Яндекса. Оль, привет! Привет! Ты угадал, как говорится моя фамилия. А что, сложно обычно бывает? Ну, все говорят Кобец. И Кобец слишком странно. Кобец звучит не очень нативно, потому что это как Капец. Вероятно, есть человек с фамилией Капец. Как вступление? Я обычно задаю гостю вопрос, чем он может быть известен моей аудитории. Расскажи, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна? Наверное, большинству я известна по Бирджейсам. И я там довольно часто бывала раньше, сейчас реже. Но, наверное, если вы бывали на Бирджейсе, наверное, вы можете меня знать. Но кроме этого, я являюсь одним из организаторов MoscowJS Meetup в Москве, нашей новой инкарнации организаторов. А еще я рисую всякие скетчи к докладам, когда хожу на конференции. Поэтому, возможно, вы видели мои скетчи к докладам. Давай я, наверное, в целом начнем по традиции с того, как ты попала в разработку. Вот, хотелось бы тоже понять, насколько у тебя эта история классическая. Или, может быть, ты как-то сюда перескочил из какой-то соседней сферы. А что такое классическое? Классическое – это когда человек закончил какой-нибудь математический факультет, с детства мечтал делать игры и все подобное. А потом такой хоп, а на самом деле программирование – это не про игры. Ну ладно, я уже сюда попал, буду здесь работать, здесь много платят. Ну, я закончила математический факультет в Мехмат МГУ. Но туда я шла не за программированием. Мне прям нравилась математика. Это было какое-то импульсивное решение. В девятом классе я решила, что я пойду в матшколу. Я пошла в матшколу, в Л2Ш попала на каком-то ввезении. Примерно так же пошла на Мехмат. Но на пятом курсе у меня уже математика была вот здесь. Я показываю на свой лоб. И все, что мне еще нравилось в МГУ, это как раз программирование. И тут я опять решила, что чтобы не попробовать, пойти в программирование. И просто пошла. Без опыта работы, сделав полторы лабы в институте, я решила, что я буду программистом. И как в итоге твоя карьера до Яндекса, она шла? То есть я слышал ты на докладе так называемом на Moscow.js истории. Ты в конце его завершала. Правда, уже видно было, что ты в ускорившемся темпе это все делала. Но ты рассказала про историю, как на каком-то метапе к тебе подошел Сергей Бережной и спросила, не хочешь ли в Яндекс. Что предшествовало вот этим вот моментам, как вот в этой точке ты оказалась? Да, на самом деле мне было очень стыдно, как мы затянули тайминги. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но нельзя было ограничивать остальных докладчиков. Поэтому я решила уложиться в полминуты со своим рассказом. До Яндекса я пошла в первую компанию, в которой я работала. Это было от Fox. А я в институте поработала там техническим писателем, поэтому в принципе меня были готовы взять на хорошем счету, и мне были готовы дать шанс поработать. И у меня на выбор был C++, PHP, JavaScript и Flash на тот момент. Мне сказали, выбирай, что хочешь. Но, понятно, никакого опыта нигде у меня не было, кроме Lab на C. И я выбрала все-таки фронтенд. Я уже не помню, чем я руководствовалась. И пошла туда работать. В общем, первые полгода было очень сложно. Все с нуля, все бежать, бежать, бежать. Но потом втянулась, и было круто. И там я проработала примерно полтора года. После чего все-таки там был уже потолок какой-то по развитию. И вот как раз мне закинули идею «давай в Яндекс». Я такая «О, меня как будто бы даже зовут, значит, наверное, как будто бы у меня получится». Я пошла собеседоваться и прошла. А вот это вот «давай в Яндекс» от Бережнова, это вело ли за собой какое-то упрощение собеседования? Или это было, по сути, а давай попробуйся к нам, а потом пять секций, как обычно в Яндексе? Ну, как бы эта фраза была брошена просто на бирджейсе. И скорее она сыграла роль такой очень мотивационной. Тогда еще не было секций, тогда было все совсем плохо. На собеседовании я просидела пять часов. Это какой год? Это был 2013 год. Пять часов. До этого был скрининг по Скайпу, если кто еще помнит, что такое Скайп. Кстати, у нас до сих пор собеседование называется по Скайпу. Меня вывезло, кажется, мое знание JS, потому что в AdFox я писала на чистом JS, без фреймворков. Это было основное требование. И, кажется, вот это мне помогло. На очном собеседовании меня собеседовало несколько команд, которые по очереди приходили, показывали мне какие-то страшные интерфейсы. И я из себя пыталась выдавить, что бы я с ними сделала. И как бы я это реализовала, очень так вежливо, уклончиво отвечала, сколько мне займет это времени. И уходила я с мыслью, что меня, наверное, не возьмут, но меня взяли. И ты, получается, с 2013 года до того, как ты уволилась в декабре 2021, ты в Яндексе все это время работала, это 8 лет почти? Не совсем так. Мы еще поговорим, наверное, почему я уволилась в этот раз. В прошлый раз я уволилась из Яндекса. Это был 18-й, по-моему, или 19-й год. Я немножко выгорела, устала. И, в общем, пошла искать другую компанию, ну, чтобы сменить обстановку, наверное, в большей степени. Это был прикольный опыт, потому что я прошла штук 20-30 собеседований. Я выбирала, выбрала Align, Align Technology. Это медицинская компания, делают лайнеры для зубов. Мне очень понравилось по собеседованию, по процессу. Я пошла туда, и где-то год проработала, и меня позвали обратно в Яндекс уже на позицию TeamDada. Опять без опыта. Как так у тебя получилось? Обычно Яндекс — это какая-то такая сложная материя. У людей занимает много времени, много попыток, чтобы туда попасть, если они хотят. А тебя, вот что первый раз, что второй, как-то туда позвали очень удачно, и ты попала. Как ты думаешь, это с чем связано? Не знаю, это мотивация. Это человек идёт с мыслью, что он должен попасть. Это как сдавать экзамены. Если ты идёшь с мыслью, что ты его сдашь, ты его с большей вероятностью сдаёшь. Или какое-то везение пожизненное. Я это отношу к этому. Но второй раз я пошла уже на полном серьёзе. Я готовилась, я две недели прорешивала задачи, чтобы уже спокойно пройти собеседование по этим секциям. То есть второй раз это уже была созданная подготовка. Опять же, я знаю, что по секции CSS мне поставили минимальную оценку, а в остальные секции по коду я хорошо сдала, потому что готовилась. А в Яндексе разве нет такого, если у тебя стоит минимальная оценка по какому-то из направлений, то ставится он там «ноухайр» и это блочит всё остальное? Не, не совсем. Минимальная оценка – это проходная, а «ноухайр» – это «ноухайр». То есть там не было «ноухайра». Но и «ноухайр» по секции не блокирует прохождение, насколько я помню, кроме специальной секции, которая называется «АА». А «собеседование», да, действительно «ноухайр» всё блокирует. Ну вот в Яндексе есть грейды, и грейд выставляется скорее по желанию руководителя, который тебя нанимает, но часто ограничивается оценкой на секции. Вот, по-моему, всё так работает. И в итоге ты перешла на позицию Team Lead, это была та же самая команда или это была какая-то новая уже команда? Ну, меня обратно позвал мой руководитель. Когда я уходила, у него было 12 человек. Когда я возвращалась, уже человек 20 или 30. Сейчас у него вообще 100 человек, поэтому это, ну, большой отдел фронтенда, и это много разных команд. То есть была команда без Team Lead, и вот меня позвали ею руководить, уже собранная. В итоге вот ты там проработала ещё, получается, там порядка трёх лет, и сейчас ты вот в декабре решила оттуда уйти. Угу. С чем ты связана, почему так случилось, хотя кажется, что действительно в Яндексе ты работала много времени, но ты, насколько я понимаю, ушла в никуда, а тебя там не перехантили. Ты сейчас пока как-то мне написала, когда мы договаривались об интервью в творческом отпуске. Почему так случилось? Ну, это, наверное, история всей моей жизни. Я, получается, в 2011 году пришла в IT, и сейчас в 2022, и смотря назад, я вижу, что я делала очень много неправильных вещей в плане совмещения работы с каким-то отдыхом, личной жизнью. Я два раза выгорала, два раза в Яндексе, и я связываю это с тем, как я всегда подходила к работе. Если взять свою первую работу в AdFoxy, то я пришла без опыта программирования вообще, ну, если не считать лабы в институте. Первые полгода я просто как ни в себя всё учила, учила, учила. Потом ритм стал попроще, но я перешла в Яндекс и как бы откатилась. Ну, если в AdFoxy я считала себя уже каким-то мид-разработчиком, то придя в Яндекс, я была готова на позицию Джуна. Меня взяли, правда, ну, вот так и взяли на Джуна. Я даже хотела на стажёра идти. Вот, и опять первые полгода, может быть, даже год, мне пришлось очень интенсивно вкладываться в работу, потому что, ну, знаний не хватало, и, ну, нужно было это всё восполнять. Потом как будто бы всё выстроилось хорошо и уже было проще, но нагрузка была большая, много надо было делать фич и так далее, и так далее. Огромный проект на два года. В общем, проект на два года — это была точка, после которой я, собственно, ушла. Я его запустила и на следующий день подала заявление, потому что всё, Бобик сдох. Когда муж меня спрашивал, когда же мы поедем в отпуск, я всегда отвечала, что у меня проект, я не могу поехать в отпуск. То есть сидеть до двух часов на работе — да, пожалуйста. Ну и история, конечно же, повторилась. В Алайне всё было хорошо, размеренно, но немного скучно. Мне хотелось драйва, поэтому я пошла за новым челленджем стать темледом. И потом опять первые полгода ты такой ничего не понимаешь, что от тебя хотят вообще, что ты должен делать, что ты сюда пришёл делать, кто все эти катаны, как к ним подходить, можно ли их вообще просить что-то работать, или они тебя нафиг пошлют. А потом, как всегда, нагрузка начинает нарастать, 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 и ты работаешь больше, больше, больше. Опять я не могу поехать в отпуск, у меня запуск проекта. И всё. Ну, в общем, это финиш. Так делать нельзя, и поэтому сейчас я ищу способ, как вот избавиться от этого менталитета, что работает то, что основное в жизни. Тут бы я ещё, наверное, добавила сразу, что хорошо, когда работа даёт отклик. То есть первые пять лет в Яндексе я была прям счастлива, потому что ты учишь новое, ты достигаешь новое, ты растёшь над собой. То есть за эти пять лет я выросла до синьора, наверное, в какой-то мере. Но это очень быстро. Но проект, когда запустился, почему-то уже не было отклика, уже было вот ты прям устал, и вот все силы, которые ты в него вложил, они к тебе не вернулись. То есть надо понимать, что работа возвращает силы, но в какой-то момент она может их не вернуть. И если ты их трачешь слишком много, то ты можешь оказаться в странной ситуации, когда сил уже больше нет. Если вот ретроспективно посмотреть на это всё назад, то ты на это смотришь как на то, к чему тебя привёл скорее Яндекс именно своей работой, или всё-таки дело в тебе? Ну, надо понимать, что Яндекс — это очень интенсивная нагрузка. Ну, вообще, когда меня спрашивают про Яндекс, я всегда отвечаю, что Яндекс очень разный, всё отличается к команде к команде, но в целом Яндекс — это очень интенсивная нагрузка. Но есть же люди, которые там работают и не выгорают, есть люди, которые могут работать там. Мой коллега, он делал проект, он работал по 12 часов в будни и по 4 часа выходные, и так 3 месяца, и вроде жив. Поэтому всегда надо смотреть на то, какую нагрузку ты лично можешь вывозить. И когда я говорю «работать многое», я не имею в виду, что я там топ-перформер, и все там работают мало. Я работала слишком много для себя. То есть, скорее, это я такой человек, который не может балансировать свою нагрузку. Но при этом в Align Technology ты говоришь, что тебе было скучно, и там, очевидно, не было такого жёсткого графика. Там релизный трейн был квартал. Поэтому к концу квартала мы приходили с написанным фронтендом, бэкэнд был не готов. Нам говорили, ну, не запускаемся, значит. И дальше всё переделывали с нуля продукты, и мы пилили это заново. У нас такая была экспериментальная команда. Мы делали приложение, ну, статистику лечения хотели, с фотками и так далее. Но, в общем, пока я там работала, мы его так и не запустили, и это было грустно. Окей, но при этом можно ли вообще, на твой взгляд, в Яндексе работать чисто 40 часов в неделю? Потому что раньше был миф такой, ну, не миф, слухи обычно были такие, что в Яндексе, если ты приходишь работать, то ты работаешь типа сутками. Потом как-то начали этот миф пытаться развенчивать, и люди там на конференциях, какие-то там знакомые знакомых начали говорить, что да нет, нормально, сейчас уже по-другому. На самом деле в Яндексе особо-то и не перерабатывают. Это уже вот те, кто именно Яндекс двигали технологически с самого начала, они прям вкалывали. А сейчас уже стало большой стандартной корпорацией. Это скорее правда, на твой взгляд, или всё-таки вот тот вайб ещё остался, или, может быть, он никуда и не уходил? Мне кажется, есть, во-первых, способ работать 40 часов в неделю. Этот способ называется работать на грейт ниже. Ну, то есть, если ты напрягаешься, работая на грейт выше, то сделай на грейт ниже и работаешь спокойно. Но если ты, например, джун, то от тебя ожидают, что ты будешь очень сильно вкладываться, что ты побыстрее вырастешь. То есть нельзя быть вечным джуном. Ну, то есть, резюмируя, я бы сказала, что да, многие люди работают много, но некоторые всё-таки умеют находить баланс. Ну, а вот это вот вкладываться. Одно дело вкладываться как бы в рабочее время, а другое дело вкладываться именно временными ресурсами. Это вот на твой взгляд нормально вообще, что такое, грубо говоря, ожидаются некоторые переработки? Потому что, ну вот на твоём примере мы видим, как бы, к чему это ведёт, и наоборот, таких ситуаций там с выгораниями хотелось бы, наверное, избежать в индустрии. Ну, я бы сказала, что вкладываться надо не временными ресурсами, потому что от того, что ты будешь работать 10-12 часов, ты действительно устанешь, и, скорее всего, толку будет очень мало. Подвкладываться я имею в виду вот именно для джунской позиции. не пытаться делать тяп-ляп и бежать скорее, сдавать свою задачу, а именно учиться, и, возможно, на это действительно тратить своё время, но читать, читать тюториалы, ходить на конференции, вкладываться именно в то, что ты не знаешь, чтобы потом уже свои задачи решать в спокойно, в отведённое время. Ты вообще для себя вот как планируешь дальнейшее будущее? То есть ты вот сейчас там в творческом отпуске, ты хочешь ли ты какое-то конкретное время отдохнуть? Или там вот ты просто ушла и ждёшь какого-то момента для себя, когда ты будешь в некотором спокойствии, как говорят инстаграм-блогеры, в ресурсе, и чтобы начать искать новую работу? Ну, я не ставлю временных рамок, я ставлю себе конкретную цель, которая заключается в том, чтобы научиться, условно говоря, жить, то есть ходить, гулять, заниматься спортом. Я возвращаюсь к своим хобби, к компьютерным играм, пытаюсь рисовать. Всё это реально сложно даётся, потому что такая прокрастинация, что-то я не сделал, ну вот как с работой, типа работа, 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 а сейчас какая-то вот такая остаточная прокрастинация, наверное. Ну, восстановить здоровье, убраться в квартире, даже такое. То есть все вещи, которые работа мешала делать, наверное. И как только я пойму, что я их спокойно делаю, я думаю, что я буду возвращаться. Правда, я пока не знаю, буду ли я возвращаться в роли инженера или темлида, пока вот этого я не решила. А тебе вообще вот этот опыт темлида, он скорее понравился в Яндексе или скорее ты была в постоянном стрессе от этого? Опыт темлида мне понравился, но вот без слова в Яндексе. Потому что темлид – это вообще роль такая очень расплывчатая, и многие компании понимают её по-разному. То есть в целом, наверное, лучший совет, который можно дать начинающему темлиду – выясни у своего руководителя, что от тебя ожидается. От тебя может ожидаться, что ты будешь people-менеджер, от тебя может ожидаться, что ты технический лид, от тебя может ожидаться, что ты даже project-менеджер для технических проектов. Да в общем, на самом деле, что угодно, всё зависит от компании. В Яндексе на темлида соваливается прям всё-всё-всё. И вот начинающему сложно, потому что ты не умеешь ничего делегировать, ты не понимаешь, что от тебя хотят, и ты такой мамочки. Ну то есть когда ты задавала вопрос, чем мне нужно заниматься своему руководителю, он как-то ясно не мог на него ответить? У меня интересный ответ на этот вопрос. Я проработала последний раз в Яндексе два с половиной года, у меня было пять руководителей за это время. Это тоже сильно добавило к моему выгоранию, потому что руководитель менялся каждые полгода, и это меняло какой-то баланс. Каждые полгода новый стресс, новый руководитель, новые требования. В целом первый руководитель, это тот, который меня позвал обратно в Яндекс, говорил, мотивируй людей и улыбайся побольше. Вот твои задачи. Ну я немножко утрирую, но в целом будь попозитивнее. Второй руководитель уже сказал, ну напиши, что ты делаешь, давай определимся, я выставлю приоритеты. Он выставил приоритеты. Третий руководитель как-то их по-другому выставил. Но вот задавая эти вопросы много-много раз, я в итоге для себя сформулировала, что же я должна делать, а что от меня ожидают в первую очередь, во вторую и в третью. Желаю удачи тебе найти ту работу, в которой не будет такого стресса, и руководитель четко сможет тебе ответить на вопрос, чем нужно заниматься. Поехали, наверное, к следующей теме. Вот хотелось бы услышать твою историю, как ты попала в программный комитет Москву Джесса. Я насколько смог уловить из того же самого доклада, и плюс я слушал ваш подкаст с Димой, когда выходили, веб-стандарты, что в какой-то момент тусовка Бирджесса, ей, самым активным людям, которые там были, Бирджесс Москву, им были переданы, так скажем, ключи отрубки, и дано благословение на то, чтобы заниматься организациями на Москву Джесса. Но вот хотелось бы подробнее узнать именно, как вы на это соглашались, какие вообще были у вас перспективы, что вы думали, как вы собирались это реализовывать и продолжать дело, потому что в команде, которая была указана вот в слайдах, довольно большое количество человек сейчас в организаторах. Раньше был какой-то один явный главный организатор, и он сильно выделялся. А сейчас как будто бы вы именно вот такая вот команда-команда, но при этом как будто фронтмен у вашей команды вроде как и нет. Много вопросов. Ну, начнем с того, как нам передавали ключи. Насколько я помню, но я уже могу ошибаться, ключи передали Сереже Рубанову и Роме Дворнову. Вот. И они создали чатик, туда позвали разных-разных людей, и мы просто поехали, и все встретились в какой-то кафешке и просто познакомились. И все, кто туда пришел, все сказали, что да, мы хотим заниматься митапом. И на этой встрече были в основном как раз ребята с московского биржеса. Да. Ну, в общем, на этой встрече мы пообщались, поговорили, сказали, ну, в общем, пришли к выводу, что да, мы все хотим заниматься митапом. Честно говоря, я половину людей там не знала на тот момент, но, по-моему, все, кто туда пришел, так или иначе в комитете, ну, тьфу, в комитете, мы организаторы. В организаторах остались, и да, с того момента мы начали как-то учиться договариваться и делать митапы. Но, как ты правильно сказал, что у нас очень большая команда, поэтому первое время мы все друг друга перебивали, было сложно договариваться, люди ругались. Но это был вот период, наверное, шторминга, и он в какой-то мере прошел. Сейчас даже если кто-то ругается, то потом мирится и нормально идем дальше. Мы увидели очень большой плюс от большой команды, который заключается в том, что можно делать митапы параллельно, то есть один готовит, допустим, сорок восьмой, следующие люди уже готовят сорок девятый, подбирают докладчиков, и люди не так устают, как если бы был один организатор, и это очень важно. А зачем вообще изначально вам решили это передать? Вы задавали такой вопрос? Ну, по-моему, нам не решили это передать, просто Андрей Яманов на тот момент уже очень устал от митапа, он его делал довольно редко, и ему просто написали и спросили, Андрей, дашь ключи? Он такой, берите. Но я могу ошибаться. Но при этом Сережа Рубанов и Рома Дворнов ни в один из моментов времени не планировали брать на себя лидерство и делать сами его. Насчет лидера это очень хороший вопрос. Я не знаю, сложно назвать нашего лидера, но вот если говорить о 50-м этапе, то очень лидер Дима Королев, а вообще скорее командный. И сейчас Сережа и Рома, они в основном уже иногда захаживают, но они не в команде организаторов. Сережа всегда в команде организаторов оставался, он участвует в обсуждениях активно там, а Рома уехал. Каким образом, с учетом того, какая у вас команда, вот ты сказала, что вы можете как-то распределять внутри этой команды обязанности, как зоны ответственности распределены, например, за что ты конкретно отвечаешь в Moscow.js? Ну, в общем, да, мы долго выстраивали какую-то структуру, которая может быть хоть сколько-нибудь эффективна, в итоге мы пришли к такой структуре, если говорить об организации метапов, то на конкретный метап у нас назначают соответственные люди, это обычно два-три человека, и они отвечают за весь метап, а уже внутри как-то распределяют обязанности сами. У нас есть Алена, которая отвечает за соцсети, потому что у нее это классно получается, но если Алены нету, то может кто-то другой подхватить, а так позиция такая, кто какую-то движуку хочет делать, он ее делает, согласовав с командой, то есть анархия какая-то. Ну, а вот, например, если брать 50-й метап, то кто был в команде основных организаторов? Это был Дима Королев и Вадим, но потом, на самом деле, вся команда присоединилась к организации, потому что там было очень много всяких прослушиваний, докладов и так далее, и так далее. Мне кажется, все поучаствовали. Хочется начать немножко с конца. Вот у вас прошел 50-й метап юбилейный. Какие у вас вообще планы на будущее? То есть уже распределили ли вы там между собой 51-й, 52-й метап или как? Да, 51-й метап планируется, но он уже сдвигался два раза, то есть мы хотели его, по-моему, провести в декабре, а потом в январе. Теперь он, кажется, планируется на март и все из-за ковида, то есть мы хотим проводить офлайн-мероприятие, и это сейчас довольно сложно. Но кроме этого Moscow Jazz попробовала в подкасты, то есть у нас вышел первый выпуск подкаста, по-моему, в декабре, то есть это такая параллельная движуха, которая идет в онлайне. Ребята уже рассказывали в подкасте это как дань уважению Radio.js. Мы долго обсуждали, хотим ли мы возрождать Radio.js или делать свой подкаст, потому что мы хотели делать свой подкаст, как минимум пробовать. Но мы решили, что Legacy Radio.js жалко, это был очень крутой подкаст, поэтому жалко как бы выезжать на этом бренде и делать что-то не очень хорошее, а так как мы не умеем в подкасты, не факт, что у нас сразу получится круто. Поэтому решили запускать подкаст под брендом Moscow.js. Вы в веб-стандартах довольно подробно обсудили тему того, что там есть онлайн, есть оффлайн, вы все время были именно за оффлайн-движение, ну потому что вы, опять же, сами исторически тоже делаете какой-то бюджет, понятное дело, не может существовать в онлайне, плюс-минус, это все-таки такое сборище людей, которые любят общаться вживую. С учетом вот этого бэкграунда и того, что вы все именно из какого-то оффлайн-сообщества, насколько вам было сложно смириться с реалиями того, что вам либо нужно быть постоянно готовым к переносам митапов и вот иметь трудности с организацией, либо делать онлайн-формат, который вам, очевидно, не нравится? Ну, мне кажется, все уже привыкли к тому, что все может быть переносено, и поэтому к этому мы спокойно относимся. Собственно, 50-й митап мы переносили два раза, один раз на целый год, потом еще на 6 месяцев, там была уже забронирована площадка. То есть к переносам мы относимся, мне кажется, сейчас уже очень спокойно, к онлайну мы долго спорили, что делать или не делать, если делать, то что, а если делать, то кто будет это драйвить, потому что на самом деле с карантином большинство людей, ну, по крайней мере, если судить по нашей команде организаторов, стали больше работать, и у всех стало гораздо меньше времени на то, чтобы заниматься организацией, поэтому нужно было найти человека, который это будет драйвить, который это будет организовывать, это было сложно, но вот сделали три круглых стола, это, мне кажется, получилось круто, и это формат не онлайн-метапа, а какого-то более живого общения. А вот про эти круглые столы, если чуть подробнее расскажи, как вы вообще их придумали, почему именно такой формат? Я, по-моему, на один из круглых столов к вам приходил, довольно прикольная движуха, но интересно понять, почему именно так это было придумано. Ну, про идеи вообще, что делать в онлайн, Дима собрал целый брейншторм, где мы писали кучу-кучу стикеров, что вообще можно сделать, и круглые столы, это, наверное, была одна из таких идей, но она на самом деле как бы лежит на поверхности, мы ее придумали, другие ребята тоже делают круглые столы, поэтому это, наверное, чем-то можно еще сравнить с боффом или другими подобными активностями, поэтому эта идея была понятна, она была на поверхности, оставалось только придумать темы, которые нас всех беспокоят в этот момент, и мы с темами очень тоже просто поступили, мы пошли к сообществу, задали вопрос, что же вас волнует, и на эти темы начали искать гостей, которые могли бы что-нибудь интересное рассказать. Получается, как команда организаторов, вы сами до этого момента, как стали организаторами, вы тусили на BGS-ах. После того, как вы стали организаторами, начали общаться немножко в другом формате друг с другом, все еще так же ли вам приятно тусить вместе на BGS-ах, или немножко количество вот такого проведенного времени сократилось, и вы уже друг друга воспринимаете больше как некие коллеги? Да нет, мне кажется, до сих пор круто тусить. Вы вот делали последний этап в Тинькове. Последний метап мы делали с Тиньковым. В Loft номер два, да-да-да. Я помню, опять же, я из WebStandard запомнил, что вы обсуждали 49-й метап, в котором был на лендинге логотип компании, где вы это проводили, больше, чем логотип Moscow.js. Все так, все так. Да, и говорили, что как раз в 50-м этого не будет. Но в 50-м логотип Тинькова на лендинге все еще в три раза больше логотипа Moscow.js. Норм ли это? Вот как ты к этому относишься? Лендинг сделали раньше всего, и мы его уже не меняли, но основная точка преткновения, это, конечно, была трансляция и оформление сцены. И тут мы работали, условно говоря, не покладая рук до последнего дня, чтобы именно на сцене именно месседж был такой, что мы делаем вместе с Тиньковым, как равноправные партнеры, но при этом ни один логотип не забивает другой. Дизайнеры меняли цвета, меняли размеры. Тут проблема в том, что наш логотип квадратный, а их продолговатый, это тоже составляло какую-то сложность. Но консенсус организаторов в том, что все-таки мы нашли какой-то баланс. Понятное дело, я не спрашиваю у тебя за всю вашу команду организаторов, но при этом твое мнение интересно узнать на тему того, что именно выглядят со стороны обычного зрителя, колхозника типа меня, который даже на самом мероприятии не был, не видел все ваши ухищения с дизайном, выглядит это так, что фотографии выходят в аккаунте ВКонтакте Тинькова или там аккаунте Фейсбука Тинькова. Видеозаписи докладов выходят на канале It's Tinkov. Лендинг, опять же, тоже на домене Тинькова. И есть ощущение снаружи, что все-таки где-то есть какая-то грань, которая проходит между вот такими комьюнити митапами, которые вроде как должны быть общественным достоянием и при этом организация, которая, даже если она спонсирует это мероприятие, не должна вот именно как-то сильно отсвечивать. И велись ли такие переговоры с Тиньковым и вот как ты относишься к тому, что в итоге получилось? Ну, честно говоря, мое личное мнение, что круто получилось в плане самой конференции и организации и вот этот вопрос бренда, он может быть для меня какой-то вторичный. То есть важно, что получилось, важно, что условно говоря, ребята были накормлены, докладчики были подобраны, автопати было с пивом, вот это все важно, а бренд для меня, наверное, уходит на второй план, это мое мнение, ты же его спрашивал. Да, но смотри, при этом как бы кажется, что принято, по крайней мере, в сообществе, что есть, я не знаю, как это сказать, некая неформальная договоренность, что вот есть, например, какие-то митапы, вроде там Peter.js митапов, Peter.css митапов, не знаю, в любой город берем, и так же было вроде как с Moscow.js, с Moscow.css, что программу делают организаторы, и их площадка, так скажем, типа хостит, и при этом этот хостинг заключается в том, что ты даешь некий зал, даешь, там, заказываешь пиццу, и вот какие-то такие вещи, то есть обеспечиваешь кров, корм, и вот все такое, если говорить совсем просто. При этом я понимаю, что на юбилейный 50-й митап вам, возможно, хотелось сделать что-то более масштабное, типа юбилейное мероприятие, поэтому, наверное, было выбрано не чей-то офис, как обычно бывает, а именно какая-то площадка сбоку, очевидно, ее должен был кто-то финансировать. Это, как ты считаешь, вынужденная мера, вот то, во что это превращается, или все-таки мы, как сообщество разработчиков, сможем вырулить обратно к той истории, когда компании косвенно как-то спонсируют комьюнити-митапы и не отсвечивают в них? Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, Moscow с JS много раз обвиняли в том, что они аффилированы с какой-то компанией, сначала это был Яндекс, вот после Тинькова я тоже слышала мнение, что все, теперь вы продались Тинькову, теперь все митапы только в Тинькове. Ну, ты же понимаешь, с чем это связано. Наверное, нет, на самом деле не очень. Это опять же к тому, о чем я говорил. Все медиаматериалы, которые ты видишь, связанные с митапом, они публикуются на каких-то ресурсах, которые принадлежат Тинькову. Соответственно, по сути, вы берете и отчуждаете ваши права на медиаматериалы. Поэтому люди, которые со стороны на это смотрят, они такие, а, все, что связано с этим митапом, лежит на медиаресурсах Тинькова. Во-первых, наверное, тут стоит сказать, что Тиньков выступал не со всем нашим спонсором, а соорганизатором, то есть договоренность была такая, что мы митап делаем на равных, они предоставляли докладчиков в том числе, ну, кроме финансовой помощи, они выделяли на митап-команду профессиональных организаторов мероприятий, которые все вещи прорабатывали на площадке. То есть Тиньков в этом плане у нас выступал нашим партнёром, наверное, то есть не спонсором, это немножко другое, они прям участвовали в организации. Вот, что касается публикации на разных площадках, отвечу обтекаемо. Конечно, нам бы хотелось, чтобы всё публиковалось у нас, но с каждой площадкой мы договариваемся по-своему, ну, в зависимости от того, чего хочет площадка, чего хотим мы. И у нас были разные договорённости с разными площадками. Всё-таки мне кажется, главное провести митап, но тут я говорю за себя. То, что Тиньков являлся не просто спонсором с организатором, как раз ещё больше говорит о том, что, по сути, этот митап, а именно комьюнити-митап, Moscow.js-митап, он отчасти перешёл к Тинькову, правильно? Ну, следующий митап мы будем проводить уже не с Тиньковым. Ага, но именно 50-й, он был организован вместе с Тиньковым. В партнёрстве, да. Ну да. Я просто не с целью доебаться, мне просто хотелось вот понять именно принцип, потому что меня именно беспокоит именно судьба московских сообществ в разрезе того, что в своё время я наблюдал, как делался ну, ангуляр-москул, в своё время был такой митап, кстати, не знаю вообще проводится ли он сейчас или как-то он немножко подзагнулся, но в определенный момент он полностью переехал в Тиньков, и Тиньков стал его активно организовывать у себя прям на площадке, и он прям стал ну, тоже плюс-минус проводиться в сорганизаторстве с Тиньковым. И мне бы очень не хотелось, чтобы было некое на этом рынке доминирование какого-то одного игрока. То есть в целом здорово, когда корпорации поддерживают комьюнити какие-то митапы. Мне кажется, это очень круто. Но круто, когда есть какое-то разнообразие. То есть круто, когда ты в этом месяце съездил в Авито, в следующем съездил в Апенвеб, потом, ну и так далее, по всем московским офисам проехался. В этом тоже был какой-то шарм. А шарма в том, чтобы ты все время приезжал в какое-то одно конкретное место и знал, что, например, на Москву джейси, регулярно будут докладчики из Тинькова, просто потому, что у них команда организаторов, и поэтому они могут еще и докладчиков быстро подпихнуть. Вот этого бы просто типа как целевая картина мира не очень было бы круто это увидеть. Ну, я тут с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, вся наша команда организаторов хорошо понимает, что ценность в том, что площадка меняется, и мы людей водим по разным площадкам, и разные компании имеют возможность, условно говоря, как-то помочь, поучаствовать. Мне кажется, пока мы организаторы, мы не сделаем такой ошибки. Ну, для начала у нас только один человек из Тинькова, организатор. У нас есть люди из Алайна, у нас есть из Революты, чувак, у нас из Озоны есть девушка, поэтому у нас очень-очень разная, разносторонняя, так сказать, команда, поэтому я надеюсь, такого никогда не случится. Ну, просто мне как раз хочется, в принципе, вам пожелать, чтобы у вас, как вот у команды организаторов, были, я не знаю, как сказать, яйца, чтобы вы на вот все вот эти вот потуги как-то вас поглотить, захватить со стороны корпораций, которым, безусловно, выгодно захватывать такие комьюнити движения и как-то их уже аффилировать в головах посетителей из какой-то конкретной компании, чтобы вы удерживали независимость. Что бы еще хотелось обсудить? Парочка моих стандартных вопросов. Во-первых, думала ли ты, кем бы ты хотела стать, если бы не стала разработчиком? Нет. Давай подумаем. Давай подумаем. Мне муж говорил, что я гуманитарий, поэтому мне нужно в художники, наверное, идти. Или в спорт какой-нибудь. Не, ну а в целом, вот представимся, что нет вообще никакой айтишечки. Вот у тебя какие были наметки, возможно, там до университета еще, куда бы другое место ты могла пойти? Ну, мне нравилась математика, поэтому я пошла учиться на математике, но я очень быстро подняла, что это не мое, я не хочу заниматься наукой. Но, возможно, у меня была развилка пойти в биологию, потому что у меня мама иммунолог. Это тоже прям прикольно, это прям интересно. Наверное, это единственное место, где я реально вижу себя как альтернативу айтишечки ученый. А по поводу художника, ты вначале говорила и тоже я читал в Твиттере, что ты рисуешь вот эти скетч-науты по докладам. Вообще, как тебе вот это, если можно назвать, хобби пришло и сколько приблизительно у тебя этих скетч-наутов вообще зарисовано? Пришло, но очень странно. Я, когда первый раз ушла из Яндекса, купила себе айпад с карандашом. Ну, мне хотелось себя чем-то порадовать и как раз пошла на какую-то конференцию. Тут надо сказать, что я просто очень люблю ходить на конференции. Для меня это своё отдельное хобби, потому что ты приходишь, слушаешь доклады быстро, так интенсивно, потом общаешься с людьми на автопати и так далее. Это прям какой-то крутой способ разгрузиться. И я не помню, где я эту идею увидела, но я просто села на одной конференции и начала рисовать скетч-ноуты и публиковать их в Твиттер. И люди начали присылать лайки. Потом на каком-то холике мне подошли докладчики и сказали, круто, это ты нарисовала? Да, а мой нарисуешь? И, по-моему, они даже делали пол, на какой доклад она сходит. И это уже как-то затянуло. Зовут ли тебя уже приглашенным экспертом, гостем на конференции, чтобы ты рисовала скетч-ноуты? Ну, такие идеи витают, но пока не звали. А для тебя это в чём прикол? Почему именно вот зарисовки? То есть, почему именно в такой форме ты представляешь информацию? На самом деле даже есть прикольная книжка про зарисовки. Ты, когда рисуешь, ты информацию услышал, переработал и поместил её в картинку. Это позволяет тебе её на самом деле очень круто запомнить. То есть, после этого я помню доклады, которые я рисовала довольно долго спустя годы. Но это как бы теория, а на практике это просто прикольно. Сколько у тебя уже накопилось таких файлов? Сколько ты зарисовал докладов? По-моему, два или три холи и ещё два аликанте и ещё ну, в общем, много. Штук 50 точно было. Ты рассказала, что очень любишь конференции и я тоже много об этом читал, когда готовился. Какие топ-3 конференции ты можешь назвать из всех тех, на которых ты была? Ну, топ-1 это однозначно реакт аликанте. К сожалению, их было всего три. Я попала на вторую и третью, но это супер конференция, просто люди приезжают заранее, за 2-3 дня, люди пишут в слаг, назначают бар, все идут в бар, общаются за день, за два, за три, потом на конференции, после конференции в 8 вечера все идут на пляж, потом все идут в бар. Это просто такая крутая социализация и туда приезжают очень разные люди с разных просто точек планеты и самое главное, что на следующий год ты приезжаешь и видишь там тех же людей, потому что им так нравится, что они приезжают на следующий год. Это вообще самый топчик. дальше, наверное, я бы называла Холи, потому что там много народу и мне это тоже очень нравится, что можно подойти к людям, к рандомным людям и сказать «Привет, чуваки! Вы вообще тут кто?» И типа «Давайте пообщаемся!» И люди к этому относятся, даже если они в компании стояли, они относятся к этому открыто. Тут должна быть какая-то смелость, но у меня она всегда была вот такая смелость, я могу к любому человеку подойти и сказать ему «Давай общаться!» А на Холи много народу и еще мне нравится там, что у них есть уровни докладов, то есть можно выбрать. Да, я тот человек, который еще на доклады ходит, тут стоит заметить. Третью, наверное, я бы выделила конференцию, которая сейчас тоже не проводится, это Front Talks в Екатеринбурге. Вот, она была очень ламповая, мне удалось съездить на одну, но мне она очень понравилась и запомнилась. Прямо вообще-то топчик. Расскажи, как для тебя прошел карантин и особенно интересно, как для тебя прошел карантин с учетом того, что ты любишь конференции, а они все пошли нахер в карантин. Очень грустно. Нет, ну, помнишь, вначале ты сказал, что BRGS это не совсем движуха онлайновая, я тебя хотела поправить, но, в общем, как раз подошла возможность. В карантин очень спасал BRGS. Каждый четверг люди созванивались по 30-40 человек в зуме, кто где, кто где застрял и общались, и так, часа до двух ночи с пивом, и это вообще реально вывозило из всей этой карантинной ситуации, ты как-то коннектился с этим людьми, видел, что они там есть, и это еще заодно была возможность проводить не BRGS Москву или BRGS Питер, а BRGS СНГ. СНГ, да, и это было круто. Но в остальном пойти за продуктами в обход парка пару километров, наверное, вот это спасало. А по конференциям, да, было очень обидно, потому что в 2019 я съездила, по-моему, на 5 или 6, и я только вошла во вкус, что я могу это делать, могу, типа, брать билеты в последний день ехать и так далее, и все. Как ты относишься к тому, что, например, та же HolyGS, которую ты отметила на втором месте, так и не хочет возвращаться в оффлайн и продолжает проводиться онлайн. Для тебя лично вот что это означает? Ну, для меня это, к сожалению, сейчас означает то, что я ее не посещаю и не смотрю, потому что весь флер от конференции, теряется, когда она переходит в онлайн для меня лично. То есть доклады можно будет посмотреть в записи когда-нибудь, если захочется. Но я пробовала, я на каком-то HolyGS выступала в качестве приглашенного эксперта к докладчику, и я пробовала в тот день посмотреть доклады. Нет, так не работает. Ну, мне такой формат совершенно не заходит, и я жду и молюсь, когда же они пойдут в оффлайн. Как ты думаешь, существует ли вообще какой-то билд онлайн-конференции, который тебе зайдет? То есть действительно возможно ли там с помощью всяких метавселенных или еще чего-то все-таки имитировать или, возможно, придумать какой-то новый экспириенс, который заставит тебя с удовольствием пойти на онлайн-конференцию? Смотри, в чем минусы Moscow Jazz Online? Ты, когда смотришь доклад, а потом там есть комната со спикером, где можно пообщаться, и в комнату может прийти три человека максимум, ну, не максимум, в смысле, может и три прийти, а может и никто не прийти, а может прийти пять человек, посидеть молча и потом уйти. То есть нет взаимодействия с людьми, и непонятно, как его делать, то есть чтобы ты чувствовал себя частью вот этой толпы людей, которые пришли сюда, чтобы тусить, получать знания, общаться, обмениваться знаниями. Нету инфополя, и ты такой, блин, а что я-то здесь делаю? То есть пока мы не научимся передавать физическое восприятие толпы людей вокруг тебя, это все не нужно? Я бы не сказала, что это не нужно, я бы сказала, что мне это не подходит, то есть посмотреть потом доклады в записи, это иногда очень круто и полезно, особенно если они тебе чисто по теме заходят, но на конференциях круто в том, что ты идешь смотреть не только доклады, которые тебе по теме заходят, а ты идешь просто, ой, это интересно, никогда не слышал, пойду туда. Ты позволяешь себе, раз уж ты здесь, все послушать. Короче, не тот формат. По поводу биржесов в онлайне, я помню, был тоже гостем данных мероприятий, и я не знаю, меня как, не знаю, интроверта, показалось, что то, что происходит на этих биржесах онлайн, это too much. В том плане, что там орущие люди уже, которые явно в другом, на другом уровне выпитого алкоголя, какие-то абсолютно странные, непонятные, сексистские, сальные шуточки, которые отпускали люди, которых я просто первый раз видел, они не стеснялись их. Как вот ты к этому относишься? Это нужно модерировать, или это норма, и это, в принципе, передает атмосферу, которая на обычных биржесах бывает? Я, честно говоря, такого не помню, вот если уж так вот. Я просто помню, что люди приходили, и, знаешь, они научились только на фоне ставить видосы в зуме можно было, ну и можно все еще. Они ставили себе какой-нибудь порно на фоне, и вот таких людей, я помню, типа был не один. Я пытался, по-моему, пару-тройку раз прийти, я думаю, что это был биржес, там были представители Минского биржеса, Московского, там Гордей был, который в Казахстан переехал, и я выдерживал максимум полчаса, на это все смотрел, как некий такой странный балаган, зрителем которого я являюсь, и такой, кажется, вот мне вот это тоже не подходит. Не получается, знаешь, как в оффлайне, вот то, что, например, пытается там передать спейшел чат, какие-то подобные технологии, отойти от людей, которые тебе не нравятся, и уйти в другой конец комнаты, где это не обсуждают, и, возможно, увезти с собой людей, с которыми тебе интересно выпить и пообщаться. Слушай, ну прям такой жести я не видела. Она была. Ну, может быть, ну, типа в оффлайне действительно круче, потому что действительно ты можешь отойти и пообщаться с темы этим и пятым, и десятым, и разной темы, но, блин, такой жести я не видела. Я помню, что я просто приходила, и там как бы ребятушки, они что-то говорят, которых ты знаешь, и, в общем, темы, как обычно. Ну, на B.J.S. нужно сказать, что про J.S. редко говорят. Вообще никогда бы на B.J.S. про J.S. по-моему, не говорили. Это уж если сильно напьются, тогда начинают про разработку разговаривать. В основном темы на B.J.S. это всегда какие-то жизненные, там, хобби, там, не знаю, всё, что угодно, и очень интересные, кто чем занимается, в общем, круто. А ты можешь, вот, например, кого-то из тех, с кем ты там давно уже встречаешься на B.J.S. назвать прям друзьями или там хотя бы какими-то близкими приятелями, или всё-таки есть какая-то граница, что вы там видитесь не чаще раза в неделю, в четверг? Знаешь, это такие люди, я не знаю, как их назвать, но просто ты их потом видишь, и ты так радуешься, и там сразу обнимашки, обнимашки, то есть, ну, можно ли их назвать друзьями или просто знакомыми, которых ты просто очень рад видеть каждый раз, наверное, второе, но как бы друзья, их вообще у человека, наверное, не очень много, не знаю, их в детстве много, в институте много, а потом их как-то всё меньше и меньше, но это люди, которых ты прям рад видеть, и пусть ты их видишь там раз в год, и иногда реже, но вот, блин, ты прям очень рад их видеть. У нас чувак на 50-й митап пришёл, я такая, блин, ты вообще где пропадал, под каким камнем? Вдогонку про BGS не могу не спросить, какие у тебя топ-3 любимых крафтовых пива? Ну, топ-1 это Citraising, а это Joss, пивоварня, ЕКБшная, Frontox. Я обожаю. Вот мы сейчас сидим, записываемся в съёмной квартире на Октябрьской, я пешком отсюда хожу до Повелецкой, там рядом есть Стой и Джоз Спот. И вот Джоз Спот это, наверное, единственный бар в Москве, куда я могу прийти и сказать мне, как обычно. И потому что это реально вот бар у дома, хотя он не у дома, типа идти пешком 10 минут, но да, я супер-супер в восторге от Джоз как пивоварня, но я всё-таки больше люблю в последнее время Ипу, поэтому я постоянно пью Джазан Джуз. Ну, Citraising это тоже Ипа. Ну, Citraising, он немножко погорчее. Ну, я как раз люблю погорчее. А на второе место я бы, как ни странно, поставила любой крик. Не конкретный, но, в общем, я тоже люблю крик. Наверное, третьего места нет. Я каждый раз что-нибудь новое пробую и потом забываю, что это такое. Я ещё видел, откопал в интернете, что ты была на первом потоке Women Developer Academy. Да. Расскажи, как тебе опыт? Помогло ли это как-то тебе в твоей карьере разработчице и так далее? Очень интересно. То есть, мне очень-очень понравился этот экспириенс, потому что всякие крутые докладчики или, ну, в общем, люди, которые хорошо понимают про доклады, про подкасты, про… У нас был Вадим Макеев, у нас была Катя из-под лодки. Петрова. Катя Петрова. Вот. Были Саша с Никитой, Дубко. Очень крутой состав преподавателей подобрался. Очень прикольный состав участниц, то есть, увидеть столько разных девушек, которые по-разному занимаются IT, кто-то мобильным и так далее. Ну, в общем, как всегда, круто познакомиться с людьми. Для меня выделялись особенно Лена и Глаша, они там вообще зажигали. И прям суперэкспириенс. В плане профессиональном и разработке мне это помогло, знаешь, скорее в плане самосознания. Я делала доклад на Moscow.js, это был, по-моему, нет, какой 49-й? 26-й. 26-й метап в Рамблере. И с тех пор у меня были мысли, надо делать доклад, надо делать доклад, я же сделала доклад, надо сделать еще один доклад. И тут я поговорила, в общем, с котом, кстати, да, там еще был кот, вот, я поговорила с котом, и он такой, определись, что тебе надо. Я такая, а мне не надо, круто, мне же не надо, мне не надо делать доклады, мне надо ходить на конференции и устраивать конференции, это мне нравится больше. Круто. А ты вот, насколько я помню, ты писала, что выступала в Рамблере, это был 2016 год, и ты рассказывала про нокаут GS, я помню. Да. Я работал тогда в Рамблере, я был на этом метапе, и забавно, то есть... Ты прям был? Да, то есть я тебя помню, вот мы тогда еще как бы не общались, мы только спустя там большое количество времени познакомились, уже очно, но я на том метапе был, я помню, что там выступал от Рамблера человек, который работал в моей команде, поэтому я пришел как бы на него посмотреть и заодно на всех остальных. Это человек, с которым я, по-моему, потом в Алайне работала. Да, Макс Фролов. Да. Вот я с ним тоже работал. Мир очень тесен, айтишка вообще такая очень классная. Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтед-разработчиком». Любишь ли ты готовить, умеешь ли? Я люблю, но я не могу сказать, что я умею, но я знала, что это будет рубрика, и я придумала самый ленивый рецепт, который очень хорошо получается, да, давай, супер. В общем, нужно порезать дольками баклажан, брокколи, грибы, картошку, все что угодно, аккуратно разложить на противне. Это же рататуй. Нет, ну, ты это отдельно готовишь, но что-то похожее. В общем, овощи можно брать любые. Полить оливковым маслом, посыпать прованскими травами, надо еще накрыть обязательно сверху фольгой, чтобы не уходила влага. И в духовку на 50 минут и работает все. И вкусно. Супер, да, это очень похоже на рататуй. Напоследок, мой гость дает какой-либо совет моей аудитории, это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Блин, к этому я не готовилась. Что, я могу что-нибудь занудное посоветовать? Давай, душные советы наше все. Если вам пришла в голову дурацкая импульсивная идея, действуйте. Пушка. Спасибо. Спасибо большое, что пришла, что нашла время и уделила его на запись подкаста. Напоследок, как обычно, хочется сказать моей аудитории, чтобы вы продолжали подписываться на данный подкаст во всех соцсетях, слушать его во всех возможных стримингах. Мы выпускаем вот этот выпуск еще, я думаю, может быть, будет один или два выпуска, а потом у нас начнется сезон видео подкаста Frontend Weekend, поэтому будьте готовы еще и смотреть данные подкасты в YouTube. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только Frontend. Скоро увидимся, услышимся. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова